это кушетка это друзья кушетка ой да здравствуйте я сегодня на психологической кушетки психоаналитической почти в дурке соответственно тема неоднородно как минимум психология и практические аспекты философии как продуктивного мышления под тема антисоентизм и доказательная психотерапия да интересно чтобы можно было по этой теме рассказать ну давайте попробуем но я в основном буду кучу авторского материала здесь накидывать именно того материал за который я отвечаю мой материал психология будет в контексте усматриваться но именно ввиду того что я не психолог психологии я не имею буквально никакого отношения психология мне не близка и даже в каком смысле скорее далека от меня да как дисциплина как зона интересов каких-то хотя волна может быть частично напрасно далека потому что ну опять же ряд психологических всяких вещей аргументов и всего остального я все-таки использую но как бы все так получилось что из многих дисциплин психология мне не близка оказывается я буду делать акцент на философию философия это область реализации продуктивного мышления тут было написано практически аспекты философии как продуктивного мышления но лучше сказать точнее да философия это область реализации продуктивного мышления это важно это фундаментально важно что такое мышление сразу проясняем мышление это осознанное восприятие Создание окружающего мира во всех проявлениях, создание представлений о предмете и явлениях, поиск связи и решений задач, а также умение абстрагироваться. Продуктивное означает творческое, то есть создающее нечто новое. Как же хорошо упакованы слова в словосочетание философия. Это продуктивное мышление или область реализации продуктивного мышления. Именно мышление, не творчество, не искусство. Например, искусство это зона, если мы творчество рассматриваем в искусстве, то это зона преломления, область реализации продуктивного воображения было бы, лучше бы сказать. А здесь прям мышление. Как хорошо упакованы слова в этом определении, еще раз повторю, я собой горжусь здесь. Упаковать определение философии в 3-4 слова это база. Вопрос в том, конечно, насколько оно конкурентоспособно, но это уже другое. Если мы рассматриваем философию с такого ракурса, то измеряем значимость философа в соответствии с его вкладом в создание новых идей и смыслов. Самая сложная формация, в которой может проявляться философия, это полноценное философское учение. А потому философами прежде всего являются создатели своих собственных философских систем. Потом уже по значимости идут люди, которые дорабатывают эти системы. Продуктивное мышление подходит близко к творческому воображению. Это правда. У них есть сходные какие-то элементы. Только когда речь касается философии, философия это всегда нон-фикшн по жанру. Философская литература, философское мышление и все такое это по жанру нон-фикшн. Не фантастика, не фикция. По крайней мере подразумевается, что это не иллюзорная штука. Религия, кстати, тоже нон-фикшн по сути. Просто потому, что религия не подается как что-то нереальное. А есть фикшн, то есть фикция. Любое художественное произведение это фикшн. Чехов фикшн, Конан Дойл фикшн, Сервантес фикшн, Достоевский фикшн, Маленький принц Экзюпери фикшн, очевидно, да, Кавка тоже. Получается, фикшн, как же неудобно, здесь спинка-то установлена, друзья. Ну да ладно, продолжаем. В противовес продуктивному мышлению можно описать в кавычках репродуктивное мышление или мышление-повторение. Когда человек повторяет уже известные ему аргументы, позиции, рассуждения вслед за каким-то мыслителем, своим другом, учебником или любым другим источником. Этот процесс находится ближе к репродуктивной памяти конкретно, да, то есть он вспоминает. Прежде всего он здесь вспоминает. То есть когда мы творим новые идеи, мы прежде всего творим, создаем, что-то реализуем, комбинируем, что-то делаем новенькое, да. А когда мы вспоминаем старые ходы репродуктивные, то в таком случае мы скорее вспоминаем, нежели придумываем. Понятное дело, что человек это не жесткий диск, который без ошибок воспроизводит воспоминания и рассуждения. А потому в исполнении человека тотальное репродуктивное мышление подлинно невозможно. Впрочем, постоянно сиять уникальными, оригинальными идеями никогда и никого ни в чем не повторяя, тоже смотрится чем-то недостижимым, даже невозможным, даже для философских классиков. Нет ни одного философского классика, который не повторил какого-нибудь другого философского классика, который бы не позаимствовал хотя бы некоторые идеи у какого-нибудь другого. Там какой-нибудь Платон заимствует у Променида ряд идей, который заимствует у Пифагора ряд идей, и много у кого еще ряд, у Сократа заимствует ряд идей, Аристотель, который заимствует кучу идей у Платона, ну и так далее, так далее, так далее, так далее, то есть вы понимаете, да, то есть быть абсолютно подлинным, уникальным и так далее, так далее, невозможно, скорее всего, это какая-то, ну, очень, очень, очень завышенная категория, ой, господи, как же неудобно сидеть здесь, какая-то очень завышенная категория, с которой мы иметь дело особо не хотим, просто потому что она неудобна, вот, то есть оказывается у нас две крайности, абсолютная репродуктивность и абсолютная продуктивность, просто невозможно, обе, поэтому мы измеряем все вот между ними, ну, как бы вот, степень продуктивности рассматриваем, так вот, именно поэтому речь чаще всего идет о степени продуктивности в мышлении, в каком-то смысле каждый человек немного причастен к философии, то есть он в некоторой незначительной мере придумывает те или иные смыслы, но философом мы назовем того, кто делает это лучше других, прежде всего в количественном разрезе, потому что оценка качественного дело крайне субъективное, является ли субъективной оценка качества работы того или иного философа? Да, конечно, ну, как бы, я не знаю, а у кого-то есть сомнения по этому поводу? Я вот как абсолютный скептик, абсолютно уверенно, и без грамма сомнений заявляю, да, что оценка качества того или иного философского продукта, это задача уже, ну, как бы, это вкусовщина скорее. И в рамках этой вкусовщины, понятное дело, ответы могут быть довольно разные, разные люди будут давать разные результаты, да, когда мы будем их опрашивать, в зависимости от их образования, того, чему их учили по большей части, в зависимости от многих других каких-нибудь параметров. И это, безусловно, ну, просто столкнет нас с кучей проблем, так скажем. Понимание философии как продуктивного мышления сближает философию и психологию, позволяет психологии изучать философию как некоторый свой подраздел, а также очевидно, что философия по определению принимает участие в создании новых подходов, методов и идей в границах самой психологии. Первая связочка, оценили, отметили, факт, фактим, фактологичим, как бы, да. Психология мышления. Это раздел психологии, изучающий процессы, которые управляют умственной деятельностью человека, его способностью к рассуждению, решению проблем, пониманию и адаптации к новым ситуациям. Она охватывает широкий круг вопросов, таких как процессы мышления, индукция и дедукция, использование логических схем для вывода новых знаний, анализ и синтез, разбиение информации на части и объединение ее в целое, абстракция, способность выделять общие свойства из множества деталей, решение задач, как люди находят решение сложных проблем, используя стратегии, такие как пробы и ошибка, алгоритмы и евристики. Принятие решений включает выбор между альтернативами и оценку последствий каждого решения. Творческое мышление изучает, как возникают новые идеи и как люди решают нестандартные задачи. Мышление и язык рассматривают, как языковые структуры влечают на процессы мышления. Мышление и эмоции исследуют, как эмоциональные состояния могут влиять на когнитивные процессы, например, как тревога может препятствовать принятию решений. Творческое мышление. Из всего, что нас здесь интересует, нас прежде всего интересует творческое мышление, понятное дело. Потому что это напрямую связано с нашей темой. И давайте теперь немножко более частно разбирать творческое мышление. Творческое мышление это процесс генерирования оригинальных необычных идей и нахождения решений, которые выходят за пределы привычных схем мышления. Этот раздел психологии изучают, как люди создают инновации, мыслят нестандартно и решают проблемы. Требующие изобретательности. Основные аспекты творческого мышления. Процессы творческого мышления. Дивергентное мышление. Процесс, при котором человек генерирует множество возможных решений или идей по заданной проблеме. Оно противоположно конвергентному мышлению, где акцент делается на поиске одного правильного ответа. Инсайт. Внезапное озарение, при котором решение проблемы становится очевидным. Это мгновенное осознание того, как решить задачу, часто происходит после периода размышления. Ассоциативное мышление. Установление связей между кажущимися несвязанными идеями или объектами. Творческие люди часто находят новые решения, комбинируя идеи из разных областей. Этап творческого процесса. Подготовка. Сбор информации, изучение проблемы, накопление необходимых знаний и опыта. Инкубация. Фаза, когда активная работа над задачей приостанавливается. Это может быть период отдыха, во время которого мозг подсознательно продолжает обработку информации. Инсайт. Этап, когда появляется внезапное понимание или решение. Проверка. Проверка идей на работоспособность и реальность. Ее доработка. Факторы, влияющие на творческое мышление. Мотивация. Внутренняя мотивация. Например, желание выразить себя или решить интересную задачу способствует большей творческой активности. Когнитивная гибкость. Следующий фактор. Способность переключаться между различными идеями и перспективами, позволяющие находить нестандартные подходы к проблеме. Эмоциональные состояния. Положительные эмоции часто стимулируют творческое мышление, создавая ощущение свободы и возможностей. Тем не менее, стресс и тревога также могут стимулировать креативность в определенных ситуациях, особенно если они подталкивают к поиску новых решений. Методы и техники стимулирования творчества. Мозговой штурм. Свободное генерирование идей без критики на начальных этапах. Это позволяет участникам высказать любые мысли, даже самые необычные, которые могут привести к неожиданным решениям. Метод шести шляп Эдварда Д. Боно. Техника, позволяющая рассматривать проблему с разных сторон. Логическое, эмоциональное, творческое и так далее. Метод случайных ассоциаций. Использование случайных стимулов для создания новых идей и комбинаций. Например, соединение двух, казалось бы, несвязанных предметов. Пятый пункт. Творческие личности. Творческие люди часто характеризуются такими качествами, как любопытство, смелость в исследовании нового, терпимость, двусмысленность и способность к риску. Они могут демонстрировать высокую степень независимости в мышлении и не бояться бросать вызов существующим нормам и стандартам. Творческое мышление в разных сферах. Искусство. Художники, музыканты, писатели используют творчество для создания произведений, которые вызывают эмоции и заставляют задуматься. Наука. В научных исследованиях творческое мышление помогает находить новые гипотезы, изобретать технологии и решать сложные проблемы. Ну, опять же, понимаете, это не я писал, да? Бизнес. Творческие предприниматели и менеджеры находят инновационные подходы к развитию компании и создают уникальные продукты. Творческое мышление – это ключевой аспект человеческого развития, обеспечивающий прогресс, адаптацию и адаптацию. Развитие творческих способностей возможно через обучение, практику и создание условий, способствующих раскрытию потенциала. На примере истории философии, это уже мой текст, можно подтвердить психологическую модель, которую создали психологи, которую мы прочитали выше. И философия, по сути, это главная область применения творческого мышления. Если мы посмотрим на великих писателей, то многие из них не такие уж и творческие, потому что занимаются созданием так называемых адаптаций, создают кучу отсылок к прошлому. И вообще нередко переписывают старые произведения других авторов на новый лад. Литература, живопись, кино, если мы берем наиболее яркие образцы, то обнаружим там малое количество подлинно уникальных авторов с большой буквы. Очень много репродуктивного они делают, притом продуктивного в том числе и философии. Так вот. Притом продуктивного в том числе и философии, ведь очень редкий автор может похвастаться своим творческим взглядом на мир. Впрочем, многие решения, даже самых известных классиков, часто оказываются неоригинальными. И в этом многие искусствоведы не видят ничего плохого. Величие автора в искусстве не часто определяется через его новаторство. А вот величие философа определяется прежде всего через его новаторство. Смотрим великих философов, они очень отличаются друг от друга. Нельзя сказать, что их преемство полностью разорвано и мыслители не вдохновляются друг другом, но разница между Платоном и Аристотелем кажется больше, чем разница между Гомером и Пушкиным. Хотя Гомер и Пушкин это поэты очень разных эпох и культур, а Аристотель ученик Платона. Ну, может быть, я здесь, кстати, преувеличил, но... Ну, окей, давайте, разница между Платоном и Аристипом уж точно огромна. Колоссально, просто колоссально разница между Платоном и Аристипом. При этом разница между Гомером и Пушкиным на фоне этой разницы кажется какой-то несущественной. Но Пушкин тоже писал стихи. Платон и Аристотель. Платон писал диалоги, Аристотель писал философские трактаты. Некая схожесть мыслей у них есть, да, какие-то основные положения сходятся, но очень много отличий. Система в целом отлично. Вообще, в целом система взглядов отлично. Ну, как бы, опять же, у Платона и Аристотеля мы, очевидно, видим систему и схему передатчиков. А вот Гомер и Пушкин, ну что, Гомер писал в ритмике греческой. Русские у греков взяли тоже ритмику. Да, она переделась в силоботонику, это правда. Ну, у меня некоторые отличия. Но силоботоника и гигзаметры, они не то чтобы настолько сильно отличаются друг от друга, как диалог отличается от непосредственно философского трактата, если что. То есть, как вы понимаете, тут мы сталкиваемся вот с таким вот тотальным различием. Между акмиистом Гумилёвым и сентименталистом Есениным больше общего, чем между Диогеном Синопским и Кантом. Ну, вы можете сказать, что это, как бы, как это называется, черепикинг. Да, если что, обратите внимание, это можно попробовать воспринять как черепикинг. Можно воспринять как черепикинг. Но, будем честны, если мы будем брать философов разных, мы просто найдем больше разных философов, чем больше разных писателей, поэтов, художников. Даже, возможно, вместе взятых. Возможно, даже вместе взятых. Понимаете, в чем дело? То есть, какие-то ярко отличающиеся образцы мировой литературы, искусства, художества, это, ну, очень редкие персонажи. И то, опять же, да, философия, ну, это я дальше аргумент раскрою, философия до 20 века, ну, до начала 19, до конца 19, начала 20 века, она развивается в область тотальной какой-то продуктивности большую часть времени, понимаете? Большую часть античности, много продуктивных учений, направлений. С нового времени появляется, с эпохи Возрождения и нового времени появляется много всего странного, нового, уникального, невероятного. И в этом плане философия, как бы, оказывается, до 20 века она была максимально продуктивна, а потом, ну, как бы, она училась и, наоборот, начала терять свою продуктивность. В то время как искусство, наоборот, до романтизма было крайне репродуктивным. Если вы почитаете поэтику Аристотеля, главный критерий искусства – это подражание, 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 как бы, понимаете? Подражание. То есть до 20 века философы, они, как бы, были самыми отличающимися друг от друга персонажами, и поэтому их творческое мышление самое высокое среди всех остальных групп людей. Как-то вот так. То есть, ну, Пушкин, понимаете, он не собирал никакие брейнштормы, условно, и не придумывал какие-то суперновые идеи для того, чтобы написать сказку о рыбаке и рыбке. Ну, он просто взял и переписал сказку «Братья в грим» в стихах. Это, ну, не такой уж уровень продуктивности высокий. Немножко исправил сюжет в конце. Ну, бывает, соответственно. Что тут уникального? Да ничего, по сути. Проблема заключается в том, что во времена Пушкина так все почти делали. Какой-нибудь Жуковский, который, собственно, просто переписывал Шиллера во многом. Многие стихи Жуковского – это либо переведенные стихи Шиллера, либо просто переписанные стихи Шиллера на русский манер. При этом, ну, как бы, вот, великие творцы в России. И не только в России такое было, если что. Искусство в среднем до, опять же, ну, века 19-го, 18-го, 19-го. Да, оно репродуктивно во многом. Репродуцировать в искусстве было базой. Это в основном романтики привнесли нам вот эту вот идею о том, что искусство должно быть творческим. Надо больше всего новаторского. А потом пошло, потом пошли акмиизмы, феминизмы, хотелось сказать, футуризмы, кубизмы, шуизмы, сюрреализмы и так далее, так далее, так далее. Но это уже, ну, это перспектива недавней истории, так скажем, искусства. В то время как философия большую часть своего времени, своего существования была продуктивной. То есть, получается, искусство, оно какое-то новенькое, такое интересное, оно где-то 150 лет такое, да, оно такое вот уникальненькое 150 лет. В то время как философия, ну, значительную часть из этих 2000 лет, что она существует с чем-то, она, ну, была крайне продуктивна. И даже в своих религиозных формах, как средневековая философия, средневековая философия более продуктивна, чем средневековое искусство. Средневековое искусство, ну, оно очень однородным кажется со стороны, если вы посмотрите, оно очень традиционно. История философии тоже имеет некоторые такие аспекты традиционности, но философия все равно поддерживает высокую степень разнообразия, несмотря на то, что она служит богословию. Так бы я обосновал, что философия это высшая форма проявления творческого мышления, и по сути область, где это проявление систематически поощрялось, по крайней мере до 20 века поощрялось. Что мы видим по истории философии? История философии это история создателей собственных идей и учений, которые проявляли выдающиеся творческие способности. Их пример может послужить хорошей мотивацией для того же самого. Более того, опять же, если мы хотим включить в программу, не знаю, подготовки творцов в какую-то эффективную дисциплину, которая могла бы их как-то сдвинуть с места, я бы больше всего рекомендовал именно философию. Для того, чтобы научиться творить, мне кажется, надо не читать, вот там, не знаю, если вы хотите писать романы, вам нужно читать не Достоевского. Вам нужно философов читать, прежде всего. Ну, почему? Ну, потому что вам надо будет в итоге создать свой стиль Достоевский, вы у него можете много чего украсть, у вас не получится оригинального стиля, и мыслей оригинальных, скорее всего, не получится, если вы будете подражать только лишь Достоевскому. Или вообще какой-то основной плеяди таких вот писателей, да. Если вы нырнете в философию, вы, наоборот, узрите многообразие философских идей, многообразие сюжетов, многообразие вариаций всего чего угодно. Мне кажется, как раз получать много информации из какой-то смежной области куда удобнее, куда комфортнее, куда лучше, и прогрессивнее, и продуктивнее, чем просто, ну, зачитывать, не знаю, Конан Дойлов. Вот, если вы начнете читать «Приключения Шерлока Холмса» все книжки, вы, скорее всего, просто будете, ну, потом вы станете писателем, который будет писать книжки очень похожие на Шерлока Холмса. Понимаете, если вы к Шерлоку Холмсу прочитаете еще Достоевского, у вас будет очень унылый Шерлок Холмс, очень грустный, грустный, рефлексивный Шерлок Холмс, соответственно, да, скорее всего, ну, просто обычно в среднем так получается, и что-то радикально нового вы из этого не получите. Так вот, у меня есть отдельная книга «Духовные практики с многобесконечности». Она, скорее, носит характер таких психологических духовных практик. Там мы изначально ознакомимся с трудами большого количества творцов и философов, а потом развиваем способность репродуктивного и потом уже продуктивного воображения, а за ней способность к творчеству. Творчество – это создание нового. Притом, это создание нового в любой области. Только вот некоторые области подразумевают меньшее количество нового, чем другие. Это значит, что в них меньше творчества и меньше способность реализации этого самого творчества. Например, сапожник сильно ограничен рядом параметров, потому что кроме творчества он руководствуется и такими понятиями, как удобство, практичность, прочность. Его работа может быть значительно сложнее, чем труд иных творческих деятелей, например, болтунов-поэтов. Но у последних больше возможностей, которыми те периодически пользуются. То есть сапожник, он в ремесле, и если он выйдет за это ремесло, он не будет справляться со своей работой. У поэта ремесла нет, ну, в идеале. Можно себе представить ремесло поэта, только оно никому не нужно, и как только поэт становится ремесленником, это уже становится предельно скучно для особенно какого-нибудь образованного, разумного читателя. Какой-то разумный, образованный читатель просто будет в шоке с того, насколько банальщину он прочитал от такого ремесленного поэта. Поэтому поэзия, она тоже неремесленная должна быть, желательно. Лучшие образцы поэзии оказываются, особенно в современном мире, неремесленными. И современный, так скажем, поэт может себе позволить делать всё, что угодно со стихами. Нарушить ритм – не вопрос. Убрать рифму – пожалуйста. Написать стих на нескольких языках одновременно – как нефиг. Создать стих в формочке какой-то, в виде формы – да, вообще ерунда полная. Сапожник, да или любой изготовитель обуви, он должен как минимум уже опираться на стопу человека. Желательно, обувь должна быть удобной. Единственное, что вы можете сделать для обуви – это придумать какой-нибудь неплохой дизайн для этой обуви. Вариаций мало. Нет, вариаций, конечно, дизайна много, но некоторые будут просто неудобными, некоторые будут минусовать какие-то плюсы других вариантов, какие-то из вариантов будут ещё что-то делать. В общем, хотелось бы, да, всё же… Ну, короче, сапожник, обувник, человек, который обувь делает, всё же руководствуется по большей части ремесленной составляющей, и она его сильно ограничивает. Вы из сапога не можете сделать вазу. Из сапога вы не можете сделать вертолёт, из сапога вы не можете сделать трансформера, так скажем. Вы можете имитировать трансформера в виде сапога, да, но у него ножки, ручки отвалятся, скорее всего, быстро. Короче, неудобно. Для многих людей творчество – это просто факт создания чего-то, даже если оно похоже на уже существующее. Например, написал член Союза поэтов стих в стиле Пушкина, и многие считают, что произошло некое творчество. А на деле это копирование, плагиат. Творчество не достигается перестановкой слов и смыслов. Творчество подразумевает создание новых смыслов, образов, подходов, конструирования новых эмоций, видов, персонажей. Быть шаблонным – значит не творить. Впрочем, шаблоны встречаются у каждого. Так работает наше сознание. Именно поэтому есть некоторые степени творчества. Если в произведении человека нет ничего нового, ничего не шаблонного, то он не имеет никакого отношения к творчеству. Он постоянно занимается примитивным искусством. И чем больше не шаблонных находок можно обнаружить в работах человека, тем больше в его трудах творчество, и тем больше он заслуживает ознакомления с его трудами. Все-таки мы, наверное, творчество потребляем в том числе для того, чтобы получать что-то новое. Правильно? Наверное. Чего не делает большинство деятелей искусства? Они не развивают свое продуктивное воображение. Систематически имеется в виду. Подавляющее число поэтов, писателей, художников и фантастов занимаются типичной репродукцией, потому что они не развивают свое воображение. Они начитались другой литературы, насмотрелись других картин, в истоках которых обычно и находятся несколько воображающих творческих людей, а после начинают копировать их, оправдывая все это традицией. Мы сейчас живем в эпоху, когда копий стало слишком много. Творчество переполнено симулякрами, потому что таким творчеством никто не занимается, но зато люди занимаются репродукцией, потому что нормальным творчеством никто не занимается. Самим творчеством люди в среднем не занимаются. Как стать творцом? Во-первых, нужно развить свое воображение. Можно в том числе, используя психологические практики, опять же, связка философии, философии как продуктивного воображения, как стать творцом, и как стать творцом с большой буквы, то есть как философ, как философский творец. Можно использовать те методы, которые я уже про психологию перечислил. Во-первых, нужно развить свое воображение. Во-вторых, нужно получить представление о самых избитых штампах в том или ином искусстве. Даже если мы не особо знакомы с этим искусством, то штампы могут настигнуть нас сами собой через диалоги, другие произведения, советы окружающих и так далее, и так далее, и так далее. В рамках культуры очень сложно допустить полное незнакомство, да, и отсутствие ознакомления. В-третьих, нужно стараться работать над смысловой составляющей своих работ. И тут у большинства классиков начинается проблема, так как смысловая составляющая их произведений зачастую хромает. Ибо они апеллируют либо к христианству, либо к либерализму, либо к другому известному учению, не добавляя к нему ничего качественно нового. Мир идей – это самая главная площадка в борьбе за творчество. Невозможно быть уникальным человеком, имея банальное мировоззрение, как мне кажется. Вот, ну, как, насколько возможно, невозможно. ХЗ, ой, котик-котиком полежу, короче. Именно поэтому подлинным творцом становится лишь философ. А философами мы с вами сможем стать только в следующем, в общем-то, щупальце. Там просто книжка разделена на щупальца, чтобы вы понимали. Здесь от нас требуется лишь постигнуть основы, которые помогут в продвижении своих творческих способностей. Впоследствии в других щупальцах, то есть главах, вы сможете продвинуться еще дальше, глубже и углубить свое понимание, свое творчество, да. Что, безусловно, позитивно скажется на ваших творческих способностях. Но мы продолжаем наше движение от простого к сложному. А искусство проще философии. Философия. Ранее была определена нами как высшая ступень творчества, в чем вы, вероятно, сомневаетесь. Ведь многие из вас мнят философию, вещью отстраненной от жизни. Но на самом деле это совсем не так. Процитирую свой афоризм. Ни одна философская идея не является отвлеченной. Если вы отвлечены от той или иной идеи, то это не значит, что она является отвлеченной сама по себе. В нее был вовлечен как минимум один человек, ее создатель. А некоторые философские идеи стали фундаментом для создания этических, политических, методологических, эстетических и прочих установок, которые повлекли большую, большую или даже большую часть человечества. Обвинение в отвлеченности – это следствие тотального непонимания философии и философов. Мы же движемся к чему-то обратному. Мы пытаемся достичь понимания. Потому нам все же придется признать, что философы – это не отвлеченные мечтатели, а люди, посвятившие свою жизнь, работу и исследование тем или иным идеям, которые в таком свете невозможно назвать отвлеченные. Кроме того, наука, искусство, экзистенциализм, современная политика и многие другие важные сферы современного общества были сконструированы непосредственно философами. Если бы не было философии, то не было бы и науки. Потому что некому было бы создавать основополагающие научные методы. Без Декарта, Бекона, Галилея, Ньютона, а последние были все еще философами. И в тексте «Математические начала материальной философии» или «Натурфилософии» это все еще видно. Разве могла бы без них развиваться наука? Ну и допустим, что философия – вещь, отвлеченная и не имеющая никакого отношения к реальному миру. Как же она породила вашу имеющую якобы отношение к реальному миру науку тогда, интересно? Философская практика, философская практика мышления, лучше даже сказать, развивает творческое мышление. Это фундаментально важно. Всем рекомендую. Психологам, возможно, тоже рекомендую. Потому что философское мышление, оно фундаментально важно для изучения с точки зрения, в том числе, психологии, как одной из важнейших разновидностей творческого мышления. Доказательная психотерапия и антисоентизм – вторая по теме, к которой мы коснемся. Давайте разбираться, что такое доказательная психотерапия. Доказательная психотерапия – evidence-based psychotherapy. Это подход к психотерапии, основанный на использовании методов и техник, эффективность которых подтверждена научными исследованиями. Этот подход подразумевает, что психотерапевтические методы проходят клинические испытания и исследования для оценки их влияния на психическое здоровье. Ну, вы понимаете, да, что прохождение клинических испытаний и исследований, ну, согласно некоторым определениям, с индизма науки точнее, да, с определения науки просто, ну, короче, не соотносится. Вот, научные данные, якобы, вот, это тоже. Используют только те методы, эффективность которых подтверждена множеством клинических исследований. Индивидуальный подход. Лечение подбирается с учетом конкретных потребностей пациента, его клинического состояния и личных предпочтений. Регулярное обновление знаний. Психотерапевты, практикующие доказательную терапию, обязаны следить за новыми научными исследованиями и адаптировать свои методы в соответствии с последними данными. Оценка эффективности. Важным аспектом является постоянная оценка прогресса пациента для того, чтобы при необходимости скорректировать лечение. Примеры методов, относящихся к доказательной психотерапии. Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ. Один из наиболее изученных и широко применяемых методов. Диалектическая поведенческая терапия, ДПТ. Эффективно при лечении пограничных расстройств личности. МДР. Диссенсибилизация и переработка движениями глаз. Метод, показавший свою эффективность при лечении посттравматических стрессовых расстройств ПТСР. Когнитивно-поведенческая терапия теперь раскрываем. Это один из самых популярных и научно обоснованных подходов к психотерапии. Она направлена на изменение негативных моделей мышления и поведения, которые могут способствовать развитию и поддержанию различных психических расстройств, таких как депрессия, тревожные расстройства, формы и другие. Основные принципы КПТ. Взаимосвязь между мыслями, эмоциями и поведением. КПТ исходит из предположения, что наши мысли влияют на эмоции и поведение. Негативные и искаженные мысли могут приводить к неприятным эмоциям и неэффективному поведению. Проблемно-ориентированный подход в КПТ. Внимание уделяется конкретным проблемам, с которыми сталкивается человек. Здесь и сейчас, вместо глубокого анализа прошлого, терапия сосредоточена на текущих трудностях и способах их предопределения. Активная роль клиента. Клиент в КПТ – не пассивный наблюдатель, а активный участник процесса. Помимо работы в сессиях с терапевтом, клиент получает домашнее задание для практики новых навыков техник. Изменение мышления. Когнитивная реструктуризация. Один из ключевых аспектов КПТ – это работа над изменением автоматических негативных мыслей, которые часто являются искаженными или непродуктивными. Терапевт помогает клиенту осознать эти мысли и заменить их более реалистичными и конструктивными. Изменение поведения. Помимо работы над мыслями, КПТ включает поведенческие эксперименты. Клиент учится менять свое поведение, что в свою очередь может изменить его эмоциональное состояние. Это могут быть шаги по преодолению избегания выполнения заданий, вызывающих тревогу, и улучшению навыков решения проблем. Пример применения КПТ. Человек с тревожным расстройством может думать, я не справлюсь на работе, меня уволят. Это вызывает тревогу, которая приводит к избеганию сложных задач или чрезмерной подготовки. Терапевт КПТ помогает клиенту выявить и оспорить эти мысли, действительно ли я не справлюсь, есть ли доказательства этого. А также практиковать новые модели поведения, такие как подход к задачам с более позитивным мышлением и менее тревожными ожиданиями. Эффективность КПТ. КПТ доказала свою эффективность при лечении различных психических расстройств, таких как депрессия, генерализированное тревожное расстройство, панические атаки, социальная фобия, обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР, посттравматическое стрессовое расстройство. Этот подход также используется для помощи людям в преодолении стресса, проблем в отношениях и даже в управлении хроническими заболеваниями. Следующий вид терапии – диалектическая поведенческая терапия, ДПТ. Это разновидность когнитивно-поведенческой терапии, разработанная для лечения людей с хроническими эмоциональными проблемами, особенно для тех, кто страдает пограничным расстройством личности ПРЛ, самоповреждающим поведением или суицидальными мыслями. ДПТ сочетает в себе когнитивные и поведенческие подходы с элементами восточной философии, в частности техникой осознанности – mindfulness. Основные принципы ДПТ. Диалектика – это центральная концепция ДПТ, означающая поиск баланса между двумя кажущимися противоположностями, принятием себя таким, каков-то есть, и необходимостью изменений. Терапия строится на идее, что хотя человек может нуждаться в изменении своего поведения, он должен принять и уважать себя в настоящем. Осознанность – mindfulness. Это принцип, заимствован из буддийских практик и помогает пациентам сосредоточиться на текущем моменте, а также лучше осознавать свои эмоции, мысли и поведение без осуждения. Это ключевая техника в ДПТ, помогающая людям научиться регулировать свои эмоции. Регуляция эмоций ДПТ учит пациентов лучше распознавать, понимать и управлять своими эмоциональными состояниями. Люди, испытывающие хронический эмоциональный кризис, часто сталкиваются с трудностями в управлении сильными эмоциями, такими как гнев, печаль или страх. Терапия помогает развить навыки для работы с этими эмоциями, терпимость к дистрессу. Этот аспект ДПТ направлен на помощь пациентам в том, чтобы переносить трудные или болезненные ситуации, не прибегая к саморазрушительным или импульсивным действиям. Пациенты учатся справляться с дискомфортом с помощью специальных техник, таких как дыхательные упражнения, визуализация или практика самоподдержки. Эффективность в межличностных отношениях ДПТ учит навыкам, которые помогают людям улучшить свои взаимоотношения с другими. Это может включать установление границ, ассертивное поведение, обучение выражению своих потребностей и пониманию других людей. Структура ДПТ. Индивидуальная терапия. Во время сессий терапевт помогает клиенту работать над конкретными проблемами, применяя навыки, которые они изучают на групповых занятиях. Так это можно? Не, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Так вот. Это позволяет адаптировать лечение под уникальные потребности каждого клиента. Групповая терапия группы обычно сосредоточены на обучении и практике новых навыков, таких как осознанность, управление эмоциями, эффективное поведение и терпимость к дистрессу. Телефонная поддержка. Иногда ДПТ включает возможность звонить терапевту между сессиями, если пациент сталкивается с кризисной ситуацией и нуждается в помощи, в применении выученных навыков. Примечание и применение эффективность. Диалектическая поведенческая терапия была разработана прежде всего для лечения пограничного расстройства личности, однако она, 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 она также оказалась эффективна при лечении следующих состояний. Суицидальные мысли и поведение, самоповреждающее поведение, посттравматическое стрессовое расстройство ПТСР, расстройство пищевого поведения, депрессия. Химическая зависимость тоже. EMDR, Eyes, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, или десенсибилизация и переработка движениями глаз. Это психотерапевтический метод, разработанный для лечения посттравматического стрессового синдрома ПТСР и других состояний, связанных с травматическим опытом. Этот подход разработан Фрэнсисом Шапиро в конце 1980-х годов и с тех пор стал широко признанным, исследованным методом. Основные принципы EMDR. Травма эмоциональная реакция. EMDR основывается на идее, что травматические события могут нарушить процесс обработки информации в мозге, что приводит к сохранению болезненных воспоминаний и негативных эмоций. Эти воспоминания могут продолжать вызывать сильные эмоциональные реакции и стресс. Десенсибилизация в процессе терапии пациент воспоминает травматический опыт, одновременно следя за движениями глаз терапевта или другими двухсторонним стимволом, звуками или тактильными ощущениями. Это помогает снизить эмоциональную реакцию на травматические воспоминания и способствует их переработке. Переработка информации EMDR направлен на восстановление нормального процесса обработки информации, что позволяет пациенту интегрировать травматический опыт в свой жизненный опыт и ослабить его негативное влияние. Этапы EMDR. EMDR состоит из восьми основных этапов. Сбор анамнезотерапевт и клиент обсуждают историю травмы, текущие о состоянии цели терапии. Подготовка. Терапевт объясняет процесс EMDR и устанавливает доверительное отношение с пациентом. Оценка. Определяются конкретные воспоминания и ситуации, связанные с травмой, которые будут прорабатываться, а также ассоциированные с ними негативные мысли и эмоции. Дессенсибилизация. Пациент начинает вспоминать травматические события, одновременно следя за движениями глаз терапевта и используя другие двусторонние стимулы. Этот этап может включать несколько раундов стимуляции. Установка позитивных мыслей. После дессенсибилизации терапевт помогает клиенту сформулировать и внедрить более позитивные убеждения, связанные с травмой. Проверка терапевт обсуждает с клиентом, как он чувствует себя относительно травматических воспоминаний и новых положительных убеждений, чтобы убедиться, что они работают. Заключение. Процесс завершения сессии, который включает в себя упражнения по релаксации и восстановлению состояния после сессии. Ревизия. На следующей сессии терапевт и клиент оценивают процесс и продолжают работу с другими травматическими воспоминаниями по мере необходимости. Применение ЕМДР. ЕМДР изначально был разработан для лечения ПТСР, однако его эффективность была доказана и при лечении различных других состояний, включая тревожные расстройства, депрессию, обсессивно-компульсивные расстройства ОКР, расстройства пищевого поведения, панические расстройства, травмы и потери эффективности ЕМДР. Исследования показывают, что ЕМДР может быть эффективным методом лечения ПТСР, иногда даже более эффективным, чем традиционные подходы, такие как когнитивно-поведенческая терапия. Многие клиенты сообщают о значительном облегчении симптомов после относительно небольшого числа сессий. ЕМДР может быть особенно полезен для людей, которые испытывают трудности вербализации своих травм или не могут легко говорить о своих переживаниях. Так, ОК. Всё, психологический раздел закончен. Так вот, относительно антисоентизма. Проблема заключается в том, что все эти терапии носят именно практический характер, а не теоретический. Как вам известно, определения науки могут быть довольно разными и отталкиваться от очень разных параметров. Фальсифицируемости теории, практики, фактологии, принадлежности к академической среде и так далее. Очевидно, что все выше приведённые методы можно рассматривать в качестве научных, если под наукой мы понимаем практику или академическую среду. Если же демаркационным критерием является фальсифицируемость теории, то КПТ и другие разновидности вот этой всей психологии. Науками не являются, что очевидно по определению. Впрочем, критерии фальсифицируемости не проходят все практические дисциплины, включая медицину, потому что там нет фальсификации теории, а её там нет, потому что там нет как таковой большой теории. И теория не выполняет ту роль, какую она играет в естественных науках, а потому и фальсифицируемость оказывается не нужна, и никаких предсказаний эти теории не делают. Это одно из главных свойств научной теории. Благодаря фальсифицируемости, благодаря тому, что научная теория такая широкая и всеобъемлющая, она помимо всего этого не только описывает те явления, которые мы видим, но и те явления, которые мы могли бы увидеть. И ввиду этого мы можем её и фальсифицировать, и делать условные предсказания будущих каких-то открытий. И по сути фальсифицируемость и предсказания – это очень похожие штуки. Так вот. В целом неудивительно, что многие дисциплины не нуждаются в фальсифицируемости, а потому ненаучность доказательной психотерапии не является её критикой, не говорит о том, что она в чём-то плохая. Это просто обычное нормальное свойство всех дисциплин, которые так или иначе не являются фальсифицируемыми. К слову, как мне кажется, как мне помнится, Банчин в своём видео, где он сравнивал методы доказательной медицины и науки, правильно подчеркнул, что метод доказательной медицины отличается от научного, особенно если смотрим на науку через призму фальсифицируемости. Я не знаю, чего заказчик лекции хотел от меня в контексте всего того, что мы сейчас изучали, получить. Опять же, потому что психология и философия – это, конечно, прикольно, но если бы была тема задана более абстрактно, например, было бы проще сформулировать ответ на вопрос. Например, в чём связь философии и психологии? Да, например. Философия и психология очень тесно связаны, просто ввиду того, что многие первые психологи, так скажем, были философами. И многие серьёзные открытия психологии изначально делали философы. И первые методы внутри психологии, если она уже вообще выделилась, назначали именно философы. Соответственно. Ну и соответственно, да, из философии и психологии, она начала развиваться, как и почти любая дисциплина. И в этом плане связь психологии и философии, безусловно, нерушима, ну как нерушима, рушима, видимо, уже разрушилась, но она, несомненно, была, да, и для психологии это было очень важно. Какие-то новые подходы, опять же, психология нередко будет брать у философии, тот же, там, не знаю, экзистенциальная терапия, например, какая-нибудь, что-нибудь такое, да, психоанализ, который как будто бы и философии, и психологии вообще везде, где угодно обитает. То есть, психоанализ такой странный, необычный, сложный, тоже околофилософский. Опять же, психоанализ с Эймфрейдом, он тоже берет начало из философии, это прежде всего волюнтаризм Шопенгауэр-Нитша. То есть, без философии здесь тоже не обошлось, как вы понимаете. И ввиду этого, ну, опять же, психологии, околопсихологически разные дисциплины и разного рода терапии, они все равно обязаны философии за ее продуктивный потенциал, за то, что она порождала новые методы. А потом эти методы, когда они уже были созданы, их уже можно было попытаться оценить на эффективность, понятное дело. Что еще можно сказать? Что еще можно сказать здесь? Относительно психологии в целом и любой психотерапии и антисоентизма. Психологические аргументы в целом можно использовать как аргументы против науки, можно исследовать поведение людей, можно исследовать не только поведение людей, какие-то психологические причины, почему люди так или иначе поступают, почему так или иначе говорят, почему так или иначе думают, почему так или иначе что-то утверждают. Исходя из этого, можно разворачивать полноценную, большую, серьезную критику в адрес любой науки, потому что любой ученый тоже человек, у этого человека есть психология, и эта психология делает каждого конкретно отдельно взятого человека уязвимым для, например, когнитивных ошибок, когнитивных искажений, каких-то еще странных поведенческих установок. Более того, если мы берем какую-нибудь коллективную психологию или еще лучше социологию, социология и психология вместе могут также быть неплохо использованы в антисоентическом контексте, просто потому, что они описывают коллективы, а существуют научные коллективы, есть психология тоже, опять же, которая описывает и о делах людей, возможно, тоже что-то коллективное, я не знаю, кстати, есть о психологии исследования коллективов, ну, неважно. Ну, например, эффект комфортности, вот, комфортность, тоже психологический эффект, да, так или иначе. Ну, то есть, как, например, в какой-нибудь науке может закрепиться несусветная глупость, но на нее не будут обращать внимания из-за конформности. Просто потому, что человеку, если показывать вот белую подушку и говорить, что она черная, и второй человек скажет, что она черная, и третий скажет, что она черная, и четвертый скажет, что она черная, да. Есть довольно высокая вероятность, что человек тоже начнет говорить, что вот эта вот подушечка, она черного цвета, понимаете. Как-то так. Как-то так получается. И поэтому в таких коллективах, как научные, тоже возможно проворачивать очень похожие трюки. Даже если речь идет о каких-то совершенно несусветных странах, абсолютно невероятных вещах, позициях, убеждениях, маловероятных, абсолютно никак не осмысленных, просто потому, что ученый так захотел и так далее, и так далее, и так далее. Мне, честно, мне действительно трудно представить, что от меня автор хотел, потому что тема составлена из двух очень странно переплетающихся элементов. В любом случае, спасибо за донат, спасибо за контент, я надеюсь, я справился с поставленной задачей, хотя я все равно не до конца ее понял. Я надеюсь, из данной лекции можно будет достать ответ на те вопросы, которые заказчик искал. Что еще можно сказать, что еще можно здесь добавить, чтобы уж совсем, чтобы уж было хоть что-то значимое еще по поводу психологии, философии, философии как продуктивного мышления и практики одновременно. Философия как арт-терапия, терапевтический эффект можно попробовать также заметить, потому что философия, ну как и религия, как и наука во многом выполняет такую терапевтическую функцию, в психологическом смысле, конечно, да, которая позволяет человеку кружить вокруг каких-то определенных смыслов, наделить свою жизнь каким-то смыслом, понятное дело, опять же, да, заниматься чем-то значимым для себя, изучать какие-нибудь философские идеи или самому придумывать эти философские идеи. И философский такой вот аспект, как арт-терапия, чтобы в мире не было одиноко, абсурдно, ужасно, отвратительно, экзистенциально, глубоко, плохо, да, вот чтобы вот так вот не было. Философия как продуктивное мышление с этим тоже может справляться, как одна из разновидностей арт-терапии. Я не знаю, насколько философия так используется, кажется, нигде так не используется, но вот потенциальное решение. Попробуйте создать новую философскую систему. То есть, если в арт-терапии людей просят рисовать, писать, что-то вот такое творческое делать, попробуйте создать философскую систему, например, как альтернатива тоже. Вот. Также психология может неплохо показать на слабости различных философов. Эти философы что делают? Тоже обладают определенными психологическими такими условностями. которые заставляют их вести себя так или иначе, аргументировать так или иначе, отрицать те или иные идеи более жестко или менее жестко. То есть, ну, окей, да, философия тоже будет переполнена психологией в разных ее проявлениях, в том числе на эмоциональном уровне. И, конечно же, изучать это важно, нужно, полезно. И взаимная польза психологии и философии, она, мне кажется, ну, очевидна. Думаю, на этом все. Спасибо за то, что смотрели, друзья. Подписывайтесь на канал, приходите на стримы, соответственно, донайте на контент, репостите, что угодно делайте с контентом, лишь бы он не лежал просто так. Так, большое спасибо заказчику. Это был некий аноним. Большое спасибо некому анониму. Если в следующий раз захотите заказать лекцию по какой-то теме, вы можете написать мне либо в личку в ВК. Самый быстрый и простой способ написать мне в личку в ВК. Можно написать мне на почту, непосредственно на мейл. Либо можно написать мне в группу в Телеге. Я просматриваю группу Телеги и могу вам ответить прямо там. Для уточнения темы в следующий раз, чтобы я лучше понимал, что от меня требуется. Потому что в этот раз я, честно говоря, следовал из такой недоинформированности, так скажем. Поэтому если вы в итоге будете недовольны, как говорится, ваши проблемы. Но я бы хотел все равно удовлетворить ваш интерес. Мне максимально все равно хотелось бы. Я сделал все, что мог, исходя из той темы, которая мне была дана. В любом случае, благодарю вас. В следующий раз для большей эффективности связывайтесь со мной заранее для уточнения темы. Творческие темы я люблю. Такие, которые не просто прочитать про какого-то философа, узнать какую-нибудь книжку, проинтерпретировать и все такое. А творческий подход к решению той или иной проблемы мне как раз такое нравится. Когда я в соответствии с своей системой предлагаю какие-то варианты решения. Это приятно. Это приятно, это интересно. Когда я, исходя из своих определений, предлагаю какие-то варианты решения. Только я не понял, на этот раз я не понял варианты решения чего, к сожалению. Вот. Ну все. Спасибо большое за то, что смотрели, слушали. Друзья, всего вам хорошего. Увидимся с вами на стримах. Приходите. 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 Продолжение следует...